Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы сегодня находимся на Белоярском водохранилище. Уже пришли в верховьях Белоярки территориально, вот неподалеку от Лэб. Сейчас будем буриться. Тут глубина ориентировочно метра три, может быть три с половиной. Ближе к берегу, наверное, уже не пойдем, потому что уже попробовали просверлить, но там уже трава попадается. А я хочу попробовать половить на балансир. До этого ни разу не пробовала, взяла с собой несколько приманок. Поэтому будем пробовать вместе, посмотрим, что из этого получится. Поехали! Лед капец мокрый, бурить очень тяжело. Приходится давить на шуруповерт. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, сейчас лунок 10, наверное, сделаем вдоль по этой глубине и попробуем пройтись с балансиром. У меня, конечно, с собой мормышка тоже есть, есть мотыль, поэтому если не получится на балансир, будем пробовать старыми способами. Народу, кстати, сегодня полно. На улице тепло, правда снег идет. Нетипично для начала апреля. В Коцулинской заводе вообще народу просто тьма. Куча палаток. Не знаю. Посмотрим потом по отчетам, что они наловили. Посмотрим, что будет у нас. Есть. Ого! Окунь! Мой первый окунь на балансир. Вот на такой поднатуральный цвет. Под окуня. Такой маленький. Но так как это первый окунь, то очень рада. Такого малыша, конечно, отпустим. На предыдущую блесну не хотел. Она такую сразу взял. Вот тоже маленький, маленький окушок. Так за нижний взял. Мелочь, конечно, но все равно приятно. На балансир так классно ловить. Так сразу чувствуется удар. Хотя окунь маленький. Плыви. Окунь маленький, но удар все равно чувствуется. Очень интересно, необычно. Уже два есть в копилочку. Вчера ездили на карьер. Нам посоветовали. Ну, вернее, там речка рядом была. И карьер. То есть было два варианта, где половить можно. Приехали на карьер. А у нас машина-седан. Форд. Низкая. Мы на этот карьер съехали. Там такая крутая горка. Половили там. Ну, как половили. Карьеры же очень глубокие. Там ловили метрах. Там сразу у берега свал. То есть самая маленькая глубина 6 метров. А потом уже... Ну, вот мы ловили на 6 метрах. На 11 метрах клюнуло всего два окуня на мормышку. А потом пошел ужасный снег. Ну, и сейчас, в общем-то, тоже идет снег. Это мы вчера ездили. И прям мокрый снега-дождь. На улице плюсовая температура. Мы решили, что ладно, ловить здесь нечего на этом карьере. Собрались и решили уезжать. А потом, так как снега выпала куча, была плюсовая температура, и мы в эту горку на машине два часа выезжали. Ну, я сидела за рулем, а мальчики толкали машину. Ну, ничего, выехали. Но туда мы, конечно, больше не поедем и никому не посоветуем. Там точно ловить нечего. А окунь размером там был... Ну, вот. То, что мы сейчас ловили. С мизинчик. То же, что и здесь. Поэтому... Так вот провели вчера рыбалку. Сегодня уже решили приехать на Белоярку. С нормальным подъездом. Нормально можно оставить машину. А все равно не клюет ни там, ни там. Так лучше с комфортом, чем машину потом выталкивать в гору. Тут вообще получается и кивок теоретически не нужен. Потому что удар чувствуется. Кто-то особо. И все равно choices. Продолжение следует... У вас какая погода 2 апреля? Есть Ёрш Крохотный ёршик Отпускаем Ну что, друзья, у нас поклевок больше не было. Сидим уже, наверное, больше часа. Думаю, что сейчас попьем чай, будем уже сматывать удочки и собираться домой. Пишите в комментариях, как у вас клев в конце сезона. Что ловите по последнему льду? Как ловите? На что? У нас вот в этом сезоне как-то не особо. Но у нас еще будет парочка выходных. Я думаю, еще две недели точно лед продержится. На следующей неделе уже будет плюсовая температура. Может быть, там будет получше. Обязательно снимем видео. Не забудьте подписаться на канал. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»